приветствую вас друзья с вами диман курасан и это новая серия про багги трофит рак волк и начинается она в лесу на велосипеде я еду мастерскую это будет большая серия в этой серии мы с вами много чего сделаем сделаем задние крылья перенесем амортизаторы заднее крепление также значит мы изготовим рулевую систему рулевую колонку вот и установим руль и установим сиденье в общем большая большая серия большой шаг будет осталось только доехать эти корни супер итак попробуем крупным планом заснять так видно вот Ушел. 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 еще четыре штучки для чего все мы это делаем да вот таких ушек на лазере я заказал большое количество множество большое количество большое множество количество вот вот такие ушки собственно для чего для того чтобы но и многие элементы кузова должны быть съемные там спереди где-то там что сниматься сзади вот здесь вот сверху может быть чтобы снималась вот и чтобы каждый раз не приваривать гайку вот это вот все вот такие красивые ушки туда заклепку резьбовой бамс в общем друзья смысл в чем вы не поверите но у меня получился слишком большой клиренс так как это не грязи мес большой клиренс и и не красят сами понимаете вот поэтому надо в сзади спереди более-менее получилось а в сзади в общем чуть-чуть высоковато получается поэтому надо чуть-чуть дальше нижнего крепления аморта разместить и чуть-чуть тем самым она заняться немного там вот настолько чтобы она перед задом был ровненький вот поэтому мы сейчас будем отпиливать вот эти кронштейны от амортизаторов нижние во первых слишком очень высоко посадочное отверстие тут есть как место под этим под амортом вот столько вот там место под амортом во первых моего разместим ниже во вторых чуть сюда сместим и как раз у нас здесь все выровняется такой высокий клиренс нам тут не нужен ну а зачем он такой высокий мы же не грязь будем на не месить на чтобы она хорошо смотрелось нужно чем-то жертвовать так друзья смотрите с одной стороны я все сделал значит вот так вот я хотел перенести как можно дальше на право укрепления и ниже можно было даже еще чуть пониже на тому же пол сантиметра и вот видите я нагрузил все это морд нагруженный у брода вся вся жопа висит только на одном аморте но уже сразу видно то что она стала ниже нет вот это и вот так мне уже нравится я просто понимаю то что я до поставлю что второе мортно поднимется но у нас здесь еще будет бак аккумулятор кардан там это все еще будет нагружаться жопам получено грузится радиатор заполнится ну и как раз да я думаю вот так же давайте вам покажу еще разочек смотреть вот крепление нас было вот такое вот вот ведь какой на высокой стоит криво вот так вот но некрасиво не нравится мне а теперь выглядит вот так максимально низко максимально направо вы не смотреть там внизу я еще потом вырежу пластину красивую чтобы она как бы облегала мост будет супер уже видите темнеет вот так вот день и проходит а а я по сути ничего особо не сделал так ну вот собственно с двух сторон готова как я говорил вот здесь потом вот так вот вырежу так вот в мост просто болты вот которые нужно к ним доступа поставить ну как они сделают красивенько как-нибудь да зад стоит полностью на пружинах то есть вот так вот будет она выглядеть в самых крайних положениях когда будет полностью подвеска сжата рама ну на ровной поверхности не касается земли вы не думаете я не дебил ну может быть и дебил но это я право продумал значит смотрите хочу хочу сделать хочу для баги сделать как как такие сзади крылья такие не знаю как будут смотреться короче вот отсюда вот блин как бы вам ракурс правильно показать да да получается значит вот так и вот сюда такой типа типа такой хвост такой сзади будет как у петуха так берем 60 вот так замечаем а Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему, смотрится супер. Я понимаю, в гараже так непонятно сейчас на камеру, но нормально, нормально смотрится. Я боялся, что они будут смотреться как что-то чужеродное, но нет, смотрится нормально. Такие маленькие сзади крылышки получились. Да. Нормуль, нормуль. Так, нам надо вставить вот эту штучку сюда и внутри сделать большое отверстие в ней. Итак, друзья, сейчас мы с помощью вот этой большой коронки на 42 мм будем вырезать отверстие. Как видите, касание уже было. Вот это огонь вообще, супер просто. Не надо мучиться резцами тут что-то вырезать. ТДТП. Супер. Как вы понимаете, вот эти четыре дырки у вас просверлены вот под это. Ай-яй-яй, надо чуть больше, блин, отверстие делать. Сейчас замерим. Так, блин, она у нас 44. 44. А коронка у нас была на 42. Так, друзья, ну сейчас, я думаю, будет реально что-то, какая-то дичь. Потому что до этого мы с вами сверлили вот такой коронкой, да, она как бы, ну, жесткая, твердосплавная и все дела. А сейчас мы будем сверлить вот такую коронку уже, этой, как она, биметаллической. И уже без центрального, считай, этого, ну, там, большая дыра, большое отверстие уже, без центрального вот направляющего сверла. Давайте попробуем. Не попробуешь, как говорится, не узнаешь. Включаем. Буду потихонечку подавать. Посмотрим давайте, да? Ага, я понял. Там даже колечко мы не будем вырезать, получается, то есть оно не вырежет, оно просто срежет стенки, блин. Под конец сможет что-нибудь закусить, я думаю. Все, прошли. Или нет? Нет, там ступень какая-то. Давайте еще разочек, поглубже зайдем. Нет, все. Так. Угу. Вот это вообще супер просто. Огонь. Иногда все-таки, да, лучше, проще, проще, проще какими-то коронками пройтись, чем мучиться этими резцами. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Так, сила. Отлично. Ищем дырочки. Так, 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 так. Вот огонь. Супер. Теперь, вот мы, значит, сюда вот это вот так вот должны приварить. Вот так приварить. Тоже надо как цвета центровать. Дальше, значит, вот здесь вот, вот здесь вот нужно нарезать какую-то стопорную шайбу. Да можно, конечно, пару точек поставить на самом деле. Че? Мозги парить. Или просверлить его насквозь и нарезать. Ну, короче, в общем, как-то надо сделать так, чтобы подшипник не мог слететь. Да? Потом нам нужно сюда вот выточить еще одну шайбу. Вот так нарезать четыре резьбы и прикрутить ее. Тоже с центральным отверстием вот под эту штуку. Дальше нам нужно отрезать ее где-то вот здесь. Приварить к ней, значит, да, приварить к ней надо будет круглую еще одну шайбу сделать. И чтобы нарезать еще четыре резьбы и вот эту же, да, вот эту штуку. Да, в общем, какой-то такой бутерброд у нас должен получиться, ребятки.